МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первая премьера этой недели – история о приключениях легендарных мушкетеров в новом исполнении. Многосерийная сага стартует в понедельник. Юный гасконец Д'Артаньян оказывается втянут в водоворот политических интриг королевского двора Людовика Третьего. В роте мушкетеров он находит себе верных друзей – Атоса, Портоса и Арамиса. Благодаря ним наш герой не только поучаствует в многочисленных стычках, но и встретит свою первую любовь – Констанцию. В общем, смотрим и наслаждаемся по будням в 11.00 и 19.45. Нет, на этот раз не уйдёшь! Кто это? Это? Это, кажется, сын моего старинного приятеля. Чёртов гасконец! Вторая премьера стартует во вторник. Сериал «Навигатор» поразит запутанным фантастическим сюжетом и таинственными интригами. Я ничего не помню. Это осознаёт Игорь, проснувшись однажды утром. Более того, наш герой обретает новые сверхъестественные способности. Видит прошлое и будущее, может охотиться на местах преступлений. Так кто же он, наш герой? В этом предстоит разобраться вам по будням в 13.00 и 23.30. Я вспомнил. Мне на вокзал надо. Не-е-е. На вокзал тебя пусть кто хочет везёт. А мне это не-е. То он не помнит, то вспомнил, то припадки у него. А ну-ка, вылазь нафиг. Вылазь, я кому сказал. Вылазь! А в конце рабочей недели нам предстоит увидеть город на границе. Остросюжетный триллер поднимет одну из самых острых проблем в нашем обществе. Репортёша Лорен получает журналистское задание. Она должна провести собственное расследование убийств сотен работниц фабрик. И теперь, рискуя собственной жизнью, героиня решает подружиться с сотрудницами местного предприятия, надеясь узнать важную информацию о происшествиях. Что из этого выйдет, увидим в пятницу в 20.45. Я не хочу, чтобы ты умирала, мама. Мамочка. Мама. Мэм, мы прилетели. Возможно, неделя была трудная и времени посмотреть новости городского округа Люберцы у вас просто не нашлось. Выходные. Наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших семи дней. Смотрите в субботу и в воскресенье в 10.00 и 19.30. Копайте яму, вставляйте саженец, засыпайте, поливайте. Если повезло, оно будет расти. Ну что ж, а в воскресенье готовим парадные костюмы и хорошее настроение. Вечером нас ждет свадьба. Сэм безумно влюблен в Зою и не важно, что она годится ему в матери. Юноша готов хоть сейчас идти под венец со своей любимой. А она, в свою очередь, планирует церемонию бракосочетания, где клятву верности даст не ему, а брутальному красавцу Уиту. Свадьба не за горами. Сможет ли юноша использовать свой последний шанс и занять у алтаря место жениха? Увидим в воскресенье в 17.45. Мой какой у тебя план? Ты возвращаешься ко мне. Нет, через два дня я выхожу замуж. Я помолвлена. Так было всегда. Я не думал, что ты серьезна. Мы должны были провести эти выходные вдвоем. Увид решил устроить свадьбу заодно, пока все собрались на его день рождения. Стоп. Для тебя это нормально? Друзья, будьте на чеку. После свадьбы в это воскресенье вас ждет ночной поезд до Лиссабона. Не забудьте билеты на ЛРТ. Швейцарский профессор древних языков спасает португальскую женщину от самоубийства. Там же Раймунд Григориус находит книгу, написанную ее земляком. Полностью поглощенный произведением, наш герой посвящает свою жизнь изучению истории Португалии в целом и, в частности, работам этого автора. Что нового для себя откроет профессор, увидим в детективном триллере 1 октября в 20.30. Негодяй! Полиция, бежим! Помогите! Позовите врача. Туда. Ну вот и все. А чтобы знать о нашем телеканале больше, постоянно заходите на официальный сайт www.lrta.tv. А еще за нашей жизнью вы можете следить во всех соцсетях. Подписывайтесь, там много интересного. Я, Анна Троян, с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!